В Заполярье в эти выходные в 50-й юбилейный раз прошли соревнования «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. В них приняли участие и самые юные спортсмены региона. Они боролись каждый в своей возрастной категории на лыжной трассе школы Олимпийского резерва «Труд». Участие в открытии спортивного праздника, а также в одном из его забегов, принял чемпион мира среди юниоров, мастер спорта по лыжным гонкам Александр Терентьев. Все подробности в материале Натальи Кисляковой. Старт дан. Первыми в забеге соревновались малыши из детских садов, таких как «Гнездышко», «Аннушка», «Ромашка» и другие. Поддержать юных участников приехал и Александр Терентьев. Спортсмен поделился планами на будущее и напутственными словами для маленьких лыжников. Сейчас я отбегу эти соревнования, поеду в Сумуленск на учебу, а дальше готовлюсь к следующему сезону. Юный спортсмен пожелал бы никогда не сдаваться, и тех целей, и все у них получится. Впрочем, ребята безоговорочно верят в свою победу, хотя некоторые из них принимают участие в соревнованиях впервые. Я бы хотела стать по соревнованию годистой. У меня нет конкурентов, я побежду. Хочу победить. «Северное сияние» носит имя Ивана Чупрова, который впервые разработал правила и провел соревнования. В Заполярье они проходят уже в 50-й раз. Причем большее количество участников – дети. По словам Евгения Шестакова, ежегодно в соревнованиях бегают больше 800 лыжников. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта – это вообще основная цель, это наше будущее, это здоровье нации, поэтому все эти мероприятия направлены на эти цели. Плюс все-таки лыжные гонки на севере – это тоже один из основных видов спорта, поэтому это нужно популяризировать, это нужно прививать детям. Опять же говорю, что развитие физической культуры и спорта – это основные вещи. После каждого забега всем участникам выдали памятный значок и вымпел с эмблемой соревнований «Северное сияние». Добавлю, победители чествовали уже на церемонии награждения во Дворце культуры Арктика, которое прошло в воскресенье. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».